Очередной соусоподобный проект свалился на мою голову. Хотя это только на первый взгляд. Несмотря на всю схожесть основной концепции, The Surge не получается назвать явным плагиатом душевной серии. Тут присутствуют свои уникальные особенности, причем как позитивные, так и те, за которые хочется ругаться. И давайте обо всем об этом по порядку сейчас на stopgame.ru и поговорим. С первых же секунд игра показывает всю свою оригинальность, и честно скажу, в этот момент я невольно поаплодировал разработчикам. Настолько грамотно скрыть боевую недееспособность героя, такому стоит отдать должное. Наш инвалид-колясочник прибывает в штаб корпорации Крио, которая такая розовая и пушистая, заботится о людях, экологии и светлом будущем. Прям ми-ми-ми. И нам она тоже поможет. Вкрутит в кости подконтрольного персонажа кучу винтов, закрепит металлический каркас и в мозг даже что-то вживит. Выглядит процесс, кстати, крайне негуманно. И вот после этой адской процедуры начинается превью-версия. Собственно все то, что я рассказывал в видео где-то в месячной давности. Мы просыпаемся на каких-то индустриальных развалинах, маленькие дроны хотят четвертовать нас, зато вот ходить теперь можно на своих двоих. Хотя было бы круто, если бы разработчики оставили для ультра-хардкорщиков возможность всю игру пройти на инвалидной коляске. Но это так, лишь бредовые мысли. Как мы сюда попали? Че вдруг случилось? Почему другие люди так агрессивно настроены? Непонятно. И почти всю игру мы будем это выяснять, собирая всевозможные аудиодневники и задавая вопросы небольшому количеству адекватных людей. Хотя последние в основном говорят, что нихрена не знают. Благо хоть не задвигают при этом пафосные фразы и не ржут в конце. Определенно в копилку плюсов идет местный сеттинг, который перенес ожесточенные, основанные на выносливости ближние бои из фэнтезийных далей в технологическое будущее. Дубинки, шестые и огромные топоры по факту никуда не пропали, зато визуально преобразились. Как и элементы экипировки. Ноги, руки, туловище и шлем можно честно отпилить от пока еще живых врагов в эффектном добивании и потом собрать себе на верстаке и прокачивать в дальнейшем. Опять-таки уникальная механика, выделяющая сурдж на фоне других подобных игр. Все, что вы видите на врагах, за исключением некоторых стреляющих агрегатов, можно отобрать и использовать в своих целях. Главное, чтобы у экзоскелета хватало мощности на все про все. А она эквивалентна вашему уровню. Хотя есть модули, что повышают этот запас, но в основном они его все-таки расходуют. Зато увеличивают ваши характеристики, количество лечилок или вообще какую-нибудь способность новую дадут. И первые несколько часов ты получаешь дикое удовольствие от сурдж. Враги смачно разваливаются на части, новый шмот активно собирается, а локации вполне неплохо запоминаются, особенно при учете того, что построены они по примеру Дарк Соулс и обладают обилием секретов и срезов. И вот ты проходишь первый уровень, убиваешь босса и уезжаешь на второй. Проходишь его, убиваешь босса и уезжаешь на третий. Скажите, с какой вероятностью на нем все пойдет по той же самой схеме? С нулевой! Это я так сразу предупреждаю всех тех, кто как я будет бегать тупить по трижды уже зачищенной местности в попытках понять, в какую еще дырку он забыл залезть, в которой видимо скрывается босс. А его вот нету. Вот просто нету и все. Тут их вообще на всю игру лишь пять. Робот из робокопа, летающий бублик с лапками, конвейер имени Генри Форда, обычный охранник, который два раза на помощь себе вызывает роботов из робокопа, и манус отец бездны. Не густо, скажу я вам. В общем, возьмите себе на заметку, что многие этапы не заканчиваются эпичными битвами, и вам просто придется бежать назад и возвращаться на второй уровень. Он тут вообще как этакий хаб. Ты получаешь на отдельных этапах какой-нибудь агрегат, который позволяет открывать ранее закрытые двери, и возвращаешься на второй уровень, чтобы там новую секцию для себя найти. Проблема в том, что в этот момент начинаешь реально путаться в географии и во всех найденных срезах. К тому же внутренние помещения комплекса не очень-то красочные и разнообразные, так что дополнительно вводят в заблуждение. И еще не самая приятная вещь, что пару раз за игру случается такая ситуация, что ты начинаешь безумно всасывать от появившихся новых недругов. В основном вот от этих вот прыгающих. Пришлось качать новое оружие, навык которого у меня был мал, потому как моя верная бензопила их вообще никак не задевала. Может это и главная проблема в местном геймдизайне, но не единственная. Например, вражеские дроны. Вот он висит, и как только я начну с кем-то драться, прилетит и будет мешать. И чем мне его сбивать? Дальнобойных орудий тут нет, и он не очень-то хочет выманиваться. Разве что своим дроном задеет, но урон без накопленной энергии у него равен единице, так что это тоже не вариант. Приходится вот как-то извращаться. А вот такую тварь я называю лень геймдизайнера. Когда она каким-то полувидимым лучом может тебя ваншотнуть, то автоматически переименовывается в хрень геймдизайнера. И напоследок. Я просто обожаю, когда вот дерешься с противником на узком мостике, активируешь добивание, и в этот момент игра подтаскивает твоего героя прямо к пропасти и убивает. Класс. Суммируя все вышесказанное, можно прийти к выводу, что Сурдж это серая поделка и достойна внимания лишь в качестве убийцы времени, и не более того. Но я все же хочу несколько заступиться за нее. Разработчики постарались придумать свои собственные уникальные механики, которые, как мне кажется, удались и работают. Они перенесли уже известный всем геймплей из прошлого в будущее, что тоже несколько освежило его. Кроме того, давайте посмотрим на прошлое творение Deck 13, пускай и сделанное в сотрудничестве с City Interactive. Lords of the Fallen. Она была слишком явным клоном Souls серии. Кроме того, очень неповоротливым клоном и медленным. Со вторичным дизайном, отсутствием собственных существенных новшеств и к тому же офигеть каким тормозючим. На компе, на котором Сурдж спокойно идет в 60 кадров, она провисала до 10-12 и выглядела куда менее технологично. Так что видно, что студия Deck 13 старается идти вперед и совершенствоваться. А вот City Interactive, учитывая оценку их последнего снайпера, не очень. Поэтому в данном случае Сурдж отхватит меня похвально. Пускай и с натяжкой. Сурдж отхватит меня.